Ну что, смотрите, пол девятого, вот, пол девятого, и уже дела мы все переделали. Ну то мама там будет вошкаться, посмотрите, набирает цвет, он будет розовый, ребят. И здесь, и здесь, и здесь так много будет цветов, оно все будет вот такой шапкой. Видите, правильно кто-то написал, что у вас такие цветы вот приживаются, потому что у вас очень хорошая энергетика во дворе и вообще. Я согласна с вами, у нас отличная энергетика, отличная. И у моих друзей, которые, мои подписчики, тоже энергетика шикарная. Мы друг у друга берем все энергетики. Я посмывала плитку и это, и под столом я там вымыла. Ну пусть цветок постоит, что будет, то будет. Просто я пополивала ирисы за двором, а там мама вырывала бурьян, то потом может... Где тут грабильки было? Нет, тут не было, тут был ножик я видела. Ножик я посмотрела. Нет, там не было грабильков, бо я поливала. Вот я пополивала эти штучки. И, короче говоря, все, чекмардер тут уже порядки, вот таки кругом, что вообще. Может их и не брала? Так, я сижу. А ты туда хіба ходила? Ну, вот сюда, да. Может быть, там... А может там, сейчас я подивлюсь под этим. Ну, ножик тут. Винник. Грабли потеряли маленькие. Они вот, вот эти, такие коротенькие. Вот они в порядке стоят. Да, что ручка крутится. Это не убираю шланг, потому что мама хочет поливать, вот там, где она сейчас трошки там убирая, она хочет портулак то и полить. Вот эти. Ага, ага. А где они будут? В порядке. Так, мам, все, кидай, тут солнце уже. Вечером тут выйдем и будем... Кидай его уже нафиг. Вот то возьму, поливай тут. Все, кидай, кидай. Солнце. Как вы думаете, что я делаю? Ох, и гудит, извините. Ну, почти 25 лет пылесосу. Пылесос? Не-не-не-не, ребят. И поливала во дворе, и телефон лежал на столе, и попали брызги в разъем. И теперь я не могу, ну, присоединяю, чтобы скачать, или что она мне пишет? Влага, влага, влага. Я феном, я дула, я передувала. А разговаривала с Ленузкой, со своей наритала. Попробую пылесосом. Я делаю так. Я думаю, господи, правильно, фен-то туда дует, а пылесос-то оттуда, поэтому выдуваю влагу. Ну, сейчас посмотрим. Подую-подую и скажу вам, получилось или не получилось. Солнечко вышло. Мы сегодня обедали лобио. Вкусно лобио. Необычно для нас, но вкусно. Сегодня вечером. Слышите? Ну, ничего, уже все, с кем я разговариваю по разным городам, уже как-то втянулись. А в это уже волосы дыбом не встают. Ой, спасибо, ты цветок. Саша уже поставил цветок, потому что я его снять сняла, а наверх поставить и варшку. Вчера сорока потеряла, смотрите, пирог. Я его сюда поставила, пусть стоит тут. Пирог сороки. Пойдем, пойдем, вы мне уже написали. И Витя написал. Не бойся, стрижи его. А мне его так жалко, ребята. Гляньте, тут еще сколько он бубырков. Бачите, может еще хоть трошки поцветит, а потом я его обрежу. Чи как, это просто так взять его обрезать, вот так подстригнуть. Ну да, там вон идут новые паганы. Короче, не буду заморачивать вас. Вы мне сказали, дело или не дело, это уже сама думать буду, правда? Ну, я думаю, да. Фух. Выехала прохладно. Я одела футболку, накинула в эту майку, рубашку. А воно так жарковато, вы знаете. Дивите, какие мяки. Саньки купили новую кепку. Такую. А куда мы едем? На Акрасино. Пятнистую. Видите, какую хорошую. Мясо? Это в маркетоп зайдем там мясо. Ковун, крутила, 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 крутила. Короче, Ковун, ребята, 29 гривен кило, вин вытягиваю почти на 200 гривен. Ну, такие прямо звонкие. Кажу, нет, Саша, ну я в бане не хочу. Соль. Я говорю, мне нужна одна пачка. А Саша говорит, да нет, там правильно. Там одну пачку покупаешь за 18, да, Саша? За 18, что за 17? 12,99. А, 12,99. Одна пачка. Артемовская, все, рисунок. Но написано на... Ты включай уже кондиционер, да? Написано... А что я на руке держу, не знаю. Написано грузинский. Грузинскими буквами, то есть для Грузии. Я говорю, давай возьмем пачку. У меня есть соль. Я просто хочу взять пачку и посмотреть. Если это отправлялась с Артемовска на Грузию экспорт. Какое же там внутри качество? Наша соль, которая для нас и для Грузии. У меня есть соль, да? Грузинская не была. Сегодня купила. Пока посмотрим, какое качество. Артемовская, все. Пачечка, конечно, качество совсем другое. Но у нас полтора килограммовые пачки, а там килограммовые. Так что я специально купила для вроста. Вам покажу. Хорошо? За добаком новой кепки. Смотрите, вот соль. Ну, здесь коробки почти одинаковые. Вот это знак Артемовского солевого этой шахты, будем говорить. Здесь полтора килограмма, здесь килограмм. Вот все здесь. Кухонно-камьяно. Все по-украински написано. Кухонно-камьяно. Кухонно-камьяно. Тут поваренная пищевая. И здесь вы видите. Ну, давайте посмотрим. И здесь написано ядировано. Вообще, я считаю, что это неправильно. Ядировано, когда фасуют. Там такая оранжевая упаковка. Здесь написано, что она ядирована. Ну, не знаю. Мне просто проверить. Смотрите. Вот вам соль. Тоже есть крапления темные. Вам видно? Хорошо? Сейчас я поставлю, чтобы вы лучше видели. Так. Ну, и открываем эту. Это у меня уже лежит с зимы. Это когда мы рыбу закрывали. Видите, коробка совсем другая. Здесь плотная упаковка. А здесь... Ну, это все равно. Знать, это все выбрасывается. Так что это абсолютно не имеет никакого значения. И теперь давайте посмотрим соль. Я просто... Ну, тут глубоко вы можете не видеть. Я вот сейчас вот так вот возьму на шкриву, на шкриву. И высыплю сюда. Вы видите разницу? Нет. Разницы абсолютно нет. То есть наша артемовская соль вот такая вот с таким цветком. И эта соль, которая называется... Как она называется? Поваренная пищевая. Они абсолютно одинаковые. Абсолютно. Я не знаю, это или... Я так сама сделала вывод, что вот эта соль вот с таким рисунком и эта соль с таким рисунком, что это именно артемовская. Давайте почитаем, что здесь написано. Здесь должно быть написано. Так, выготовлено. Вот, выробник. Смотрите. ДП Артеми в Силь. Украина-Донецкая область. Бахмутский район. Место Солидар. Бахмутский район. Сейчас там очень-очень сильные военные действия идут. Силь кухонна камьяна. Мелына помел перший. Гатунок перший. Поэтому она немножечко, наверное, так и грязноватая. Масса нету полтора килограмма. Что написано здесь? Кто умеет читать? Томаси Радзе. Читай, пожалуйста, что здесь написано. Но мы читать будем на этой стороне. Вот. Артемов соль. Все-таки я же вам говорю, что сорт первый, молотый первый, состав соль, калия йодат, массовая доля йода. А тут, видите, йод написан. То есть они коробку немножечко непривычную нам сделали. Но пишут, что здесь йодированная соль. Суточное потребление не более 5-6 грамм. Мы соли кушаем очень-очень много. То есть эта фирма, вот здесь тоже, вот альфа фирма, вот ее адрес, вот все написано. Эта фирма закупает нашу, закупала артемовскую соль, я так думаю. И фасует в своей коробке. Потому что, видите, все-таки написано Артемов соль. Вот видите. Артем соль. Эпо это, наверное, предприемство якось. Так что я вам обещала. Я думала, что, знаете, на экспорт отправляют более качественную. Как у нас раньше было. Вот эта показуха, что, знаете, глаза, как говорится, закрывают. Я думала, и тут так. Когда нет. Слава Богу, все по-честному. То есть с завода соль идет, ее просто там пакуют. И вот соль йодированная. Вот вам инструкция, пожалуйста, если вас на досуге, почитайте. До какой. Вообще йодированная соль, она вроде бы по ГОСТу, она месяц. При условиях хранения правильно. А потом она превращается просто в обычную соль. Так нам говорят. Как на самом деле, я не знаю. Так что, мои хорошие, вот все честно. Я вам показала то, что обещала. Все на сегодня, как говорится, до свидания. До новых встреч. Впереди у нас обычные, обычные будние дни. Если вам кому-то интересно, посмотрите. Некоторые говорят, ой, ну так уж нудно. Пожалуйста, как моя мама говорит, 85 лет свои. Там есть такая кнопочка. Вы нажмите или остановите видео и выйдете. Или просто перемотайте. Кому не интересно, не приходите. А кому интересно, добро пожаловать. До свидания. До новых встреч. До побачения. Наша Велыка Родына. Я кажу, моя мама. Продолжение следует.